привет привет меня слышно видно да слышно не видно окей супер у нас еще есть время до начала если у кого-то есть какие-то вопросики можно задавать да больше интересует с тем что каково это с нуля обучаться просто ну как обычно как бы профессия программиста это как и любая другая профессия она кому-то нравится кому-то не нравится и я всегда говорю что первое человеку нужно ну как бы понять для себя вот нравится эта профессия или нет потому что программисты занимаются достаточно специфическими вещами и кому-то это очень заходит а кому-то это совсем не нравится да и поэтому как бы курс это один из таких довольно быстрых и простых вариантов почувствовать в действительности что такое программирование и для себя определиться подходим как бы нравится этим заниматься или нет если уже нравится тогда и и как бы это зацепит тогда уже можно строить планы как обучиться этому всему и как потом попасть в айтишку ну как то так он то есть как бы за мою практику сколько лет почти 15 уже преподаю то есть были люди которые как раз вот в процессе обучения их это очень зацепило им это очень понравилось и они как бы с удовольствием почувствовали что это такое с удовольствием этим занимались и тогда обучение но намного прикольнее и проще идет и и так далее были люди которые как бы в процессе обучения понимали что это не его на это им не нравится и как бы отказывались и искали что другое жизнь ну вот как то так я просто два друга скажем так прошли именно курсы с первого первой явы и второй явы и они вполне довольны остались оба устроились работу да я как говорю то есть кому-то это очень заходит ну то есть айтишку нельзя учить когда это тебе не нравится то есть через силу это очень сложно это не продуктивно это вообще никогда а вот если тебе это зашло если тебе это понравилось ты как бы кайфуешь от самого процесса обучения тогда это уже вот тогда ты с удовольствием будешь уделять время потому что для обучения нужно достаточно большое количество времени потому что это практическая дисциплина и здесь придется изучать очень много практических вещей набивать вот эту практику и и так далее да и как бы на это на это будет надо время и если действительно понравится то то да вот как пример люди проходят несколько курсов устраиваются на работу просто так же опять же вопрос реально что-то найти из работы после после вот хотя бы первого курса хотя бы начать искать какое-то место где можно начинать практику получать но и в то же время работать мне кажется что сейчас нет потому что раньше можно было раньше можно было а вот сейчас в последнее время компании достаточно сильно повысили требования к кандидатам на работу при том они это повысили на всех уровнях да то есть начиная там с самых нижних позиций заканчивая самыми верхними позициями да и поэтому раньше можно было да начальный курс если ты очень хорошо его осваивал и так далее то есть тогда можно было искать работу и народ находил да даже после после такого первого курса работу сейчас это это мне кажется что это нереально потому что требования у компаний такие что там как минимум надо второй курс точно проходить ну потому что компании требуют не просто основ программирования как такового а уже владение определенными инструментами определенными библиотеками ну хотя бы на каком-то начальном практическом уровне да потому что они сейчас на на компании меньше готовы обучать и очень сильно вкладываться в кандидатов они хотят чтобы эти кандидаты приходили более качественными более прокачивания вот неясно благодарю за ответ так давайте минутку еще какую-нибудь минутку две ждем и тогда можно начинать но и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Суть очень простая. Когда ты учишься водить, ты начинаешь с базовых элементов, базовых движений и пытаешься их заучить настолько, чтобы их выполнять на автомате. И вот когда ты базовые элементы на автомате осваиваешь, ты переходишь к каким-то более сложным элементам и их осваиваешь до автоматизма через практику. И так далее, так и обучаешься. В программировании абсолютно то же самое. Есть какой-то фундамент знаний, который нужно заложить для того, чтобы вообще идти дальше. И вот этот фундамент мы будем в течение всего курса закладывать. Это основные темы, основы программирования. Соответственно, как мы это будем делать? Мы это будем делать через практику. То есть будет рассказываться какая-то тема и будем прямо на лекции писать с вами программки по этой теме, закреплять эти материалы, которые мы рассказываем. Почему именно на лекции сразу? Потому что когда человек, особенно новый, который с программированием не знаком, до этого берет, начинает что-то делать, писать какие-то первые свои программки, у него возникает очень много ошибок. Очень много по невнимательности, по незнанию и так далее. То есть эти ошибки, когда ты сидишь дома и пытаешься один решить какие-то задачки, они возникают и с ними очень сложно разобраться. А когда они возникают на лекции, это очень прикольно. Ты можешь сразу зашарить экран и преподаватель тебе, ментор, не люблю слово преподаватель, ментор тебе поможет разобраться с твоими ошибками. И первую волну, которой большинство ошибок встречается, на лекции сразу их порешать, разобраться. И уже дома можно будет спокойненько выполнять домашние задания. Вот поэтому мы и практикуем именно практические лекции, прямо пишем код на лекциях. Вот, мы ведем занятия в Zoom, тут можно легко зашарить собственный экран и показать свою какую-то проблемку, которая у вас локально возникла. И мы вам легко сможем быстренько помочь разобраться с ней. Окей. Значит, помимо лекций, лекции будут раз в неделю по средам и, соответственно, вот вечером, да, вот в это время с 19 до 22 часов. И что дальше? Значит, помимо лекций будет много практических заданий домой. Закрепление материала, то есть какие-то задачки мы порешаем на лекции, в течение лекции. И пачка останется точно домой, потому что любую тему нужно будет закреплять абсолютно точно так же, как обучение вождению. То есть на практике несколько раз повторять те конструкции языка программирования, или инструменты, или какие-то вещи, подходы и так далее. Для того, чтобы запомнить и постараться эти вещи потихоньку-потихоньку выводить на какой-то там автоматический уровень. Для того, чтобы когда ты уже начинаешь простые вещи делать на автомате, у тебя мозг об этом меньше, намного думает. И у тебя освобождается пространство для того, чтобы начать осваивать, начать думать про более сложные вещи. Потому что пирамиды в программировании, она очень большая и очень сложная. То есть мы закладываем здесь фундамент, а потом можно на этом фундаменте строить, изучать очень много разных прикольных вещей. Ну вот. То есть практических заданий будет много. Помимо того, что у вас будет практика, у нас будет общий чат, куда можно будет писать любые вопросы. Если у вас что-то не получается, вы всегда можете написать. В течение недели вы решаете дома задание, бац, у вас какой-то вопросик, сделали скриншот, закинули в репозиторий кода, пошарили, показали. И мы вам поможем эту проблемку решить для того, чтобы... То есть суппорт в течение недели обязателен. И у нас обычно все, кто учится на курсе, они друг другу помогают. Если уж ребята друг другу не помогли, то обязательно я в чате тоже подсказываю и помогаю решить любые вопросы. Вот примерно в таком ключе все три месяца, следующих три месяца мы будем и обучаться. То есть у нас будет 12 лекций в сумме, это полных три месяца обучения. Как-то вот так вот. Может какие-то вопросики возникли? На тему заданий, которые здесь есть. То есть вы их решаете. Есть задачки. Они начинаются обычно с более простых, потом потихоньку чуть более сложными становятся. Помимо стандартных заданий в лекциях, есть еще в курсе будут, по-моему, там пять мини-проектиков, на которых тоже, которые уже не какие-то небольшие задачки, а именно побольше такие проекты, на которых оттачиваются определенные скиллы, определенные навыки в программировании. Вот, я их в репозиторий добавлю. Значит, так, вопросик в чате. Да, если что, можно как бы задавать вопрос голосом. Включайте микрофон, и я очень люблю пообщаться. То есть я хочу слышать обратную связь. Для меня это, ну, для того, чтобы классно вести лекцию, нужно чувствовать аудиторию, то, что вы понимаете, что вы не понимаете. Так что обратная связь голосом или хотя бы в чате, она очень-очень-очень приветствуется. А со следующего занятия, ну, прям при решении задачек надо голосом будет общаться. Окей, значит, про вопросик в чате, про стоимость. Ссылка на курс, значит, что такое ссылка на курс? У нас программа, программу я присылал в чат, и вот она. Дальше мы будем с вами использовать, мы сегодня за сетапом environment, мы будем использовать репозиторий, гитхабовский репозиторий для того, чтобы шарить наш код, наши материалы этого курса. Соответственно, сегодня мы с этим разберемся. То есть мы, как настоящие программисты, будем использовать профессиональный инструментарий для того, чтобы материалы нашего курса, домашние работы, все сделанные задания, которые мы будем делать, чтобы они все лежали в одном репозитории, и для этого мы будем использовать гитхабовский сервер. Об этом мы чуть дальше поговорим. Значит, про стоимость. Это мы пришлем вам всем после этой лекции. Сегодняшняя лекция абсолютно бесплатная для того, чтобы вы просто познакомились со мной, позадавали любые вопросы, которые касаются обучения. Если вам понравится, то условия все будут присланы вам после лекции, завтра, наверное, послезавтра, вместе с записью этой лекции, и до следующей среды вы будете решать, хотите ли принимать участие в этом курсе или нет. Помимо самих лекций, будут, конечно же, записи этих лекций, потому что занятия все будут проходить в Zoom. Мы эти лекции записываем и выкладываем на YouTube, и, соответственно, присылаем линк после лекции на следующий день. Например, если пропустил занятие, то всегда можно в записи это занятие посмотреть, и ничего страшного, ничего не пропустишь. Вот. Так, что еще? Есть какие-то еще такие вопросы по программе? Ну, не знаю, стоит ли просто пройтись по программе? Что мы пройдем? То есть сегодня это установка программного обеспечения, настройка нашего проекта, гид, гитхаб, идея, gdk и все эти вопросы, которые касаются environment и вообще, чтобы на часть нормально программировать. И со следующей лекции это переменные типы данных. На третьей лекции мы уже сразу посмотрим, что такое объекты. Сделаем такой первый обзор объектно-ориентированного программирования, потому что язык программирования вообще Java – это объектно-ориентированный язык программирования. и эту концепцию очень сильно применяют, и мы будем с ней как можно раньше ознакомиться. Условный оператор, важная лекция про методы, то есть деление нашей программы, нашего алгоритма на какие-то определенные кусочки, как это делать, зачем это делать и так далее. Лекция про тестирование, потому что без умения тестировать собственные программки написать хороший код невозможно. Будем знакомиться с циклами и массивами, как первой структурой данных. Будем вместе решать проектик. Школьный дневник – это учебный проектик, грубо говоря, на котором мы покажем, что такое моделька данных, что такое бизнес-логика, что такое юзер-интерфейс, как эти вещи в программировании, в программе можно реализовать, как их можно соединить вместе, как из этого всего можно собрать готовый продукт, готовый проектик, работающий в этом приложении. Поговорим про интерфейсы, про коллекции, про стрим IP, которые основывают функционального программирования. Примерно вот такой набор тем, которые нас ожидают в течение курса. Соответственно, задачи по этим всем темам много. Практических задач. Кто думает, что он решит все, я могу дать и больше материала, то есть и больше практических проектиков. Так что дерзайте. И чем больше вы решите, тем больше практики вы в течение курса получите. Что нам потребуется в действительности? Нам нужно, чтобы у вас был компьютер для того, чтобы программировать, чтобы установить среду разработки и, в общем-то, писать код. Не важно, это лаптоп или настольный компьютер. В принципе, каких-то требований к программному железу у нас нету, потому что мы не будем какие-то супер мощные программы здесь писать в начальном курсе. Так что нам практически любой компьютер подойдет. Ну и желание учиться. И да, иногда придется немножко погуглить какие-то вопросики и задавать вопросы. Умение даже, может быть, даже не гуглить, а умение задавать вопросы, потому что это очень важно. Потому что программирования этих вопросов всегда очень много. И вот нужно научиться эти вопросы задавать. как гуглу, так и в общем чате, так и ментору, так и вообще любым коллегам, с которыми вы будете работать. Потому что если вы хотите узнать больше информации, получить больше знаний, то умение общаться, умение задавать вопросики – это, ну, как софт-скиллы, они в современном программировании, они очень-очень сильно, в современной разработке программного обеспечения, они играют очень большую роль. Ну вот, кто знает вообще, где применяется Джала? Как язык программированный? Мобильные приложения. Ага, окей. Где еще? Различные разработки для банков. Возможно, в сайтах каких-то также используются. Я, кстати, хотел задать вопрос. Вот ваш курс, он ориентирован на что-то широкое, на разработку сайтов, в том числе, различного программного обеспечения и мобильных приложений, либо он более узко направлен? Ну, да, давайте вот я сейчас сначала начну, где применяется Джава, а потом как раз отвечу на ваш вопрос. Соответственно, если смотреть на мир программирования и на Джаву, так, и на язык программирования, вообще Джава – это топовый язык программирования. И вообще Джава – это не совсем, ну, как бы это не только язык программирования, это платформа разработки. Что это означает? Это не просто какой-то вот язык и все. Вокруг этого языка построена большая платформа разработки. Что вообще делают на Джаве? Да, на джаве можно сделать мобильные приложения для того же самого андроида, но намного больше программного обеспечения на джаве пишут на так называемом бэкэнде. Джава это бэкэнд язык программирования, то есть если мы говорим вообще про мир программирования, и может быть вы слышали такие понятия как фронтенд и бэкэнд, да, типа фронтенд это все, что касается каких-то интерфейсов, с которыми взаимодействуют пользователи, ну например, мобильные приложения, веб-сайты, что-нибудь, какие-нибудь там. Ну для, притом для всяких разных платформ, там для iOS, для андроида, для веб-сайта, для разных опять же этих броузеров и т.д. Это все юзер-интерфейс, это все про фронтенд, а джава это про бэкэнд, это про ту часть программного обеспечения, которую обычный пользователь никогда в жизни не видит. То есть если мы возьмем то же самое банковское приложение, банковский сайт, интернет-банк, например, как один из примеров, то за вот этим вот красивым сайтом или за тем красивым мобильным приложением, которое используют конечные пользователи, скрывается огромное, огромное, огромный бэкэнд. То есть это программное обеспечение, которое работает где-то в дата-центрах, где-то у банка в дата-центрах, там стоят сервера, и на них работает вот эта вот часть, которая называется бэкэнд. Именно вот эта часть очень часто пишется, ну не всегда, но очень часто пишется на той же самой джава платформе, и эта часть, это как бы самая важная часть вот этого программного обеспечения, вот этой вот банковской системы, потому что именно бэкэнд реализует все бизнес-правила, реализует всю бизнес-логику, реализует вообще все алгоритмы, которые скрываются внутри какой-то айтишной системы, и соответственно именно софт, который написан и который работает на бэкэнде, он принимает практически все решения при работе вот той же самой банковской системы. То есть если вы делаете какой-то, например, просто перевод, да, вы инициируете это действие с вашего мобильного телефона, ну из аппликации банковской, или, например, с веб-сайта, эти данные улетают на бэкэнд, в дата-центры, на серверах, и именно там банковский, тот код, который работает вот там, на тех серверах в дата-центре, он и принимает решение. Можете ли вы перевести, сделать этот перевод, есть ли у вас деньги на счету, правильные ли введены все данные, которые вы, там, счет получателя и так далее, и в итоге совершает сам банковский перевод, если все правила сработали верно, да. То есть Java, это, я бы сказал, больше про, это в основном разработка бэкэнд-приложений, да. Наши курсы, они ориентированы именно на разработку бэкэнд-приложений, да, то есть на Java не пишется UI. На Java, за исключением, скажем, мобильных приложений для андроида, на них, на Java можно написать мобильное приложение под андроид, а другого UI на, как бы, на Java особо не пишут. Ну, ладно, может, еще среда разработки IntelliJD, это тоже классный пример десктопного приложения, которое можно установить на собственный компьютер, это десктопный UI, да, аппликация, которая работает у вас на компьютере, ну, она тоже написана, скажем так, на Java, вот. А так, в основном, код, который, программы, которые пишутся на Java, это программы, которые пишутся для бэкэнда, для вот тех вот дата-центров, которые, и тех приложений, всяких интерпрайс-приложений, которые работают именно на бэкэнде. Вот у нас, например, в компании, у нас очень много на бэкэнде приложений, которые поддерживают страховой бизнес. Создание различных полюсов, обработки различных страховых случаев, принятие платежей, выписывание счетов, самих договоров и всего-всего-всего расчетов и так далее. Все вокруг страхового бизнеса. Мы вот, у нас платформы реализуют на бэкэнде. Это платформы, которые написаны на Java. Это огромный-огромный банк с огромным количеством пользователей, десятки миллионов клиентов, ну, как бы у компании, да, поэтому, ну, вот так. То есть, и отвечая на вопрос про, на что заточены больше эти курсы, первый курс, он фундаментальный, он подходит, он, это курс больше основа, про основы программирования вообще как таковые. И, соответственно, здесь изучается Java Core, да, то есть его основная часть языка программирования на Java. Она подойдет и для бэкэнд-разработки, и если вдруг вы захотите изучать мобильную разработку на Java, то эта часть вам, ну, как бы она нужна, потому что это фундамент. У нас после вот, после этого курса, там уже можно выбрать, если ты хочешь идти четко, жестко в бэкэнд, ты идешь в одну сторону, если ты хочешь идти в мобильную разработку, ты идешь в другую сторону, потому что, понятное дело, бэкэнд и программы, которые пишутся, приложения, которые пишутся для бэкэнда, они используют одни технологии, потому что это сервера, это дата-центры, это большие или маленькие приложения, которые там крутятся и обрабатывают огромное количество там запросов, данных и так далее. А другое дело, это мобильные приложения под Android, например, там, где нужно, ну, знание технологий мобильной разработки и все, что касается фреймворков, инструментов для, именно для мобилки. Вот, так что это основной курс именно этот, а дальше уже там выбираешь, да, куда ты хочешь. У нас, помимо этого курса, есть, да, есть продолжение, как говорится, есть второй курс, он сейчас называется «Виртуальная стажировка на Java», там мы углубляемся полностью в разработку бэкэнд, бэкэнд-приложения на Java и, соответственно, изучаем все, что касается бэкэнд-разработки, построения приложений, микросервисов, архитектуры, технологий и т.д., то есть в сторону бэкэнда. Почему? Потому что, ну, у меня практика и жизнь, работа связана все время именно с бэкэнд-разработкой, поэтому я про это все рассказываю. Ну, вот, как-то так. Я, скажем так, на Java никогда не был связан с созданием всяких UI, не про Java и фикс, сори, про UI я не буду рассказывать. Соответственно, так что, ну, вот, про C, C++, это окей, то есть кто хочет там изучать, ну, то есть различный инструмент, ну, то есть в программировании существует огромное количество языков программирования, которые заточены под разные задачи. Java – это как платформа для разработки бизнес-приложений для бэкэнда, бэкэнд-бизнес-приложений. Под любой энтерпрайз больших приложений, там, на бэкэнде, на Java, очень все можно написать. Можно для страховой, можно для какого-нибудь самого банка написать, бэкэнд можно написать для биржи, можно написать для этого, что мы на стартапе писали. Мы написали систему, которая обеспечивает оплату этим, ну, как раньше, раньше можно было только карточкой в терминале оплатить, а сейчас можно уже давным-давно оплатить этой, телефоном, в том же самом терминале платежном, да, то есть у тебя дигитализированная карточка в телефон, и, соответственно, теперь можно даже пластиковую карточку не доставать и оплатить телефоном. Мы создавали одно из первых таких приложений, которое вот эту технологию позволяла. Там был модуль, конечно же, и для, который работал в мобильном телефоне, и часть, та, которая была на бэкэнде. Ну вот, как-то, как-то вот так. На, с точки зрения Java, языка программирования, это, ну, на нем можно написать практически любое приложение для Java-ского бэкэнда. То же самое 1C. Ну, удачи вам, ребята, если кто-то хочет изучать 1C, и там какие-то вот это вот, ихний язык, язык программирования, который там внутрь встроенный, и платформа, которая заточена под бухгалтерию и под вот такие вообще вещи, управление предприятием, это все-таки более узконаправленная платформа, нежели… А Java – это как платформа разработки, и ты на ней можешь разрабатывать приложение в любой сфере. Хоть там в биологии, я знаю, там ребята разрабатывают различные для научных центров, которые проводят всякие лабораторные исследования, там куча программ пишется на той же Java, которая контролирует этот процесс и делают вообще возможным научные исследования в современном мире, потому что они там очень… Исследование ДНК и все остальное – это очень сложные процессы, которые нужно… Для которых нужно большое… Ну, программное обеспечение соответствующего уровня. Есть ребята, которые пишут там всякие торговые площадки и так далее, и так далее. То есть на Java можно писать очень много чего интересного. Про FrontEnd я буду… Я знаю, как с ним интегрироваться. Я буду… В нашем курсе мы чуть-чуть расскажем, немножко коснемся этой вещи, когда дойдем там до каких-то 8-9 лекций. А так, да, на курсе втором виртуальной стажировки там у нас в приложении есть и веб-страница, то есть это веб-приложение. Там про эти вещи есть, разговариваем, да, то есть немного про вот это тоже. Так, на эти вопросы ответили. Еще какие-то вопросы? Пока вроде нету. Окей, good. Тогда давайте поехали поговорим про программное обеспечение, которое нам вообще потребуется для разработки на Java. Соответственно, нам нужны две вещи для начала, для того, чтобы вообще что-то начать. Нам нужна среда разработки и нужна… Нужен гид. Почему? Что это такое и зачем это нужно, да? Что такое среда разработки? Java программы… Давайте я вам просто покажу, что такое Java программы. Вот. Java программа. Любая программа, написанная на языке Java, это просто какой-то набор текст. Это какой-то текст, в котором применяются английские слова. Эта программа строится определенным… В ней есть определенный синдексис, по которому вот эти конструкции строятся, да. Мы про это все будем разговаривать, но сейчас такое общее просто представление, что, да, программка – это текстовый файлик. Это какой-то текст, это не какие-то там magic числа или еще что-то такое. Например, аналог, если вы создаете какой-то Word of… какой-то текстовый документик, вы можете это делать в блокноте, в простом блокноте, в котором… в ноутпейде, например, в котором нету никаких очень инструментов, да, которые помогают вам в создании красивого текстового документа. А вы можете то же самое делать, например, в Microsoft Word или в OpenOffice. Это платформа, которая позволяет вам добавляет… позволяет вам использовать какие-то инструменты для создания такого красивого текстового документа. Соответственно, конечно же, удобнее работать в каком-нибудь Word. То же самое среда разработки для программирования. То есть, когда мы пишем какие-то программы, нам не хватает просто… мы можем программы просто… так как программы – это просто текст, мы их можем написать в том же самом ноутпейде. Но писать программы на Java в ноутпейде – это слишком дорого, слишком тяжело. У нас не будет никаких ни подсказок, не будет инструмента запустить эту программу, исправить какие-то ошибки и так далее, и так далее. Никакого подсветки не будет. И очень-очень много различных инструментов, которые нам очень бы хотелось иметь для того, чтобы упростить само создание этих программок, чтобы этот процесс был намного проще, намного круче. Так вот, именно поэтому программисты используют так называемые среда разработки. Integrated Development Environment, IDN. И для Java одна из… наверное, самая крутая, которая среда разработки самая удобная – это IntelliJ IDEA. Окей, IntelliJ IDEA, то есть это полноценная среда разработки, то есть программа, которая будет вам со всех сторон помогать в создании Java-овских программ. И в ней очень огромное количество инструментов, которые помогают, начиная от простой подсветки. Тут вы видите, программа подсвечена совершенно разными цветами, текст программы подсвечен. Здесь же встроены инструменты для запуска этих программ на Java, здесь же встроены инструменты для набора более удобного, подсказки и все такое прочее. Ну вот, кто скачал IntelliJ IDEA уже к себе на комп? Скачал. Окей. А кто-то еще не сделал этого? Я установлен. Отлично. Ну, те, кто установили, молодцы. А если кто не установил, то в Google можно очень просто. Берете, открываете Google, выбираете IDEA. И первый линк JetBrains – это компания, которая выпускает эту штуку. И, соответственно, Download. Вот кнопочка Download. И очень важный моментик. У IntelliJ IDEA, у этой среды разработки есть две версии. Две. Одна называется Ultimate, а другая называется Community. Соответственно, Ultimate – это штука платная. У нее есть 30 дней триалка. И после этого она захочется лицензию платную. Соответственно, есть Community Edition, которая for free, которая для обучения, для open-source и для всех таких вещей. Ее можно использовать абсолютно бесплатно. Соответственно, качаем и ставим себе Community Edition. Ну, надеюсь, кто скачивал, тот скачал правильную среду разработки. IntelliJ IDEA. Community Edition. Значит, ну, в принципе, она скачивается как… Ну, если на винду, то это как экзешник, который потом просто запускается на вашем локальном компьютере. И по дефолту там можно прокликать все next, next, next. И у вас сама среда разработки, она поставится на компьютер. Так. Будем кого-нибудь ждать? Кто-то будет устанавливать ее сейчас или она уже у всех стоит? И можно уже идти дальше, разговаривать. Народ, кто-то еще не поставил IntelliJ IDEA? Мне нужно пару минут. Окей. Давай тогда скачивай и устанавливай. Потому что нам очень-очень нужно, чтобы она у всех, эта штука стояла, потому что дальнейшее… Сейчас мы еще поставим еще одну программку в Git. И после этого мы будем работать только в IntelliJ IDEA. Мы будем настраивать, скачивать оттуда в репозитории с нашим кодом. И все остальное будем делать уже в самой среде разработки. Окей. Пока ты качаешь… Если у кого-то платная версия куплена, в Elko можно использовать и платную версию. То есть… Ну, то есть… Это, скажем так, в этом курсе вам каких-то плюшек не добавят, но запросто можете использовать вместо бесплатной версии Ultimate Edition. Это не проблема. Окей. Давайте теперь, пока вот человечек скачивает у нас IntelliJ IDEA, мы поговорим про то, как мы будем шарить материалы курса, плюс как мы будем шарить все задания и выполненные задания нашей программы, которые мы сделали. Которые мы сделаем в течение нашего курса. Вот кто может сказать вообще, кто какие инструменты для шаринга файлов знает? Как можно в современном мире шарить какие-то данные, какие-то файлики? Ватсапы, телеграммы. А, мессенджеры? Окей. Что-нибудь еще? Сайты, как файлы. Окей. Через какие-то сайтики? Окей. Что-нибудь еще? Ну, окей. Значит, так. Что-то нам написали в комментариях. Через Discord. О, кто-то сказал. Через GitHub. GitHub, GitHub, да. То есть, значит, электронная почта. Тоже инструмент, как можно шарить файлики. Но, в общем-то, нормальные программисты, да и вообще все программисты на работе используют так называемые системы контроля версий. Version control системы. Почему? Программа установлена. Отлично. Хорошо. Значит, современные программисты, в общем-то, используют version control системы. Для чего? Для того, чтобы в современном мире очень часто применяется удаленная работа. Или у вас просто команды, которые работают над одним и тем же проектом, находятся в разных странах или в разных городах. Или у вас просто даже люди находятся, работающие над одним проектом, находятся на удаленке. Каждый сидит дома, и им хочется с друг с другом очень быстренько обмениваться сделанной работой. Окей. Так вот, смотрите. В принципе, программа, написанная на Java, это просто набор каких-то файликов. И вот мы сейчас вникнем в этот синтексис, посмотрим потом. Но для понимания это просто набор каких-то файликов. Все вместе эти файлики, это какая-то написанная программа. И вот большое приложение на Java может состоять из тысячи таких файликов. Вот, тысяча вместе собрано, это какое-то приложение. Окей. И вот в эту тысячу файликов команда, которая работает над каким-то проектом, она постоянно вносит какие-то изменения. Кто-то что-то туда добавляет новые файлики, кто-то удаляет, кто-то изменяет какие-то файлики. Работа постоянно кипит. И очень хочется получить какой-то прикольный, удобный инструмент обмена результатами своей работы. Кто-то добавил новый файлик, а как его быстренько зашарить со всеми остальными, которые сидят на удаленке. Вот. Для этого всякие электронные почты, дискорды, мессенджеры и все вот такое вообще не подходят, потому что, потому что, смотрите, используется version control система. Принцип ее работы очень простой. Есть какой-то, берется какой-то удаленный сервер, но, например, в нашем случае мы будем использовать удаленный сервер GitHub. Это сервер, который позволяет нам создавать там, на удаленном сервере, репозиторий нашего кода, там, где будет храниться весь наш код. И вот вам. Так, давайте я вам скину линк на этот наш репозиторий. Я его уже подготовил. Так, где наш чатик? Бах. Я кину в общий чат нашего зума линк на наш гитхабовский репозиторий. Если мы его откроем, вот он перед нами, здесь мы увидим все-все-все файлики нашего проекта, которые я уже добавил в наш репозиторий. Здесь. Почему используется удаленный сервер? Потому что для того, чтобы подключиться к удаленному серверу, все, что нужно, это только интернет. Если у тебя есть интернет, значит, ты можешь из любой точки мира подключиться к удаленному серверу и, соответственно, получить доступ к тем данным, тем файликам, которые лежат здесь. И таким образом к этой штуке могут подключиться много людей. Одновременно. То есть кто-то сидит в одном городе, кто-то в другом. Все они, когда им нужно, они могут подключиться и оттуда забрать данные. Окей. Для проекта, то есть для работы над проектом, на вот этом удаленном сервере создается так называемый репозиторий. Репозиторий кода – это хранилище, где будут лежать все файлики нашего проекта. Просто все файлики нашего проекта. Окей. И на таком, в принципе, на таком удаленном сервере таких репозиториях можно создать сколько угодно. То есть для каждого, если в компании есть много проектов, для каждого проектика создается собственный репозиторий. И в этом репозитории лежит код только одного проекта. Это удобно. У нас есть точно собственный репозиторий, в котором лежит код именно нашего курса. И все, что мы напишем, там тоже будет. Но version control системы называются не просто так. Именно version control системы. Эта штука не просто хранит файлы. Не просто умеет хранить файлики вот в репозитории, ну как в папке на жестком диске и все. Нет. А эта штука запоминает всю историю изменений этих файликов. То есть что это означает? Это означает, что команда, которая работает над каким-то проектом, она постоянно вносит какие-то изменения в эти файлики. Что это означает? Проект создается в репозитории пустым. Первое изменение, которое здесь появляется, например, кто-то в проектик добавил один файлик и прислал его. Это коммит номер один. Первый коммит. Потом кто-то взял, следующий файлик добавил и прислал еще один, прислал еще два файлика. И вот эти вот, это следующее изменение, это следующий коммит. И так далее. В этом репозитории изменения появляются в виде коммитов. То есть когда вы, как разработчик, вносите какое-то изменение, вы объединяете несколько файликов, которые вы хотите, в которые вы вносили изменения. Ну, например, какой-то файлик добавили, какой-то файлик удалили или какой-то файлик изменили, да, внутри что-то изменили. Эти файлики вы объединяете в такое понятие, как коммит, и закидываете этот коммит в репозиторий, в удаленный репозиторий. И смотрите, какая история. Вот здесь, под зелененькой кнопочкой, у меня есть циферка 2 коммита. видите эту штуку? Можете туда кликнуть, и вы увидите вот такую вот страничку. Попадете на страничку, в которой сохранились два коммита, в которых вы видите два коммита. Это значит, что в этот репозиторий кто-то, ну, я два раза что-то закоммитил. Вы можете кликнуть в любой из этих коммитов и увидеть списочек файликов, которые были добавлены в этом коммите. Кликнули в другой, посмотрели. Вот. Тут вообще был изменен только один файлик. Какой-то кусочек в нем был удален, вот этот красненький, а какой-то зелененький был добавлен. Что это означает? Это означает, что система контроля версий хранит не просто файлики, она хранит все изменения, которые команда разработки делает в этих файликах. И она хранит историю коммитов. То есть эти коммиты, они выстраиваются в одну большую цепочечку, и мы всегда можем посмотреть, кто автор этих коммитов. То есть вам нужно будет, кто захочет остаться на этом курсе, вам нужно будет сделать на GitHub свои аккаунты. Потому что только если у вас есть аккаунт на GitHub, я смогу дать вам права для коммита в этот репозиторий. И когда у вас будут права, вы от своего пользователя сможете коммитить какие-то изменения в этот репозиторий. И соответственно, около вашего коммита будет появляться ваш пользователь. То есть в этот репозиторий нельзя анонимно вносить какие-то изменения. В него вносят изменения только те пользователи, которые есть на этой платформе, плюс тем пользователям, которым разрешено это делать. То есть я как автор, ну как создатель этого репозитория выдам вам права на коммит в этом репозитории. И соответственно, наша команда, кто работает над курсом, будет иметь право вносить изменения в этот репозиторий. И все эти изменения будут трекаться. То есть мы все будем видеть, кто что закоммитил, когда закоммитил. И можно будет заглянуть внутрь конкретного коммита и посмотреть, какие изменения были туда добавлены. Вот такая вот крутая штука version control системы. Как вам нравится? Народ. Супер. Супер. Да, интересно. Да. Как этой штукой воспользоваться? Для того, чтобы воспользоваться этой штукой, для того, чтобы уметь соответственно подключаться к нашему репозиторию и так далее, нам нужна такая штука, как... Нам нужна одна маленькая программка, которая называется NIT. NIT – это система контроля версий, которую использует GitHub. GitHub. Ее можно... Значит, нам нужно установить клиента на локальный компьютер, для того, чтобы мы со своего компьютера могли работать с этим репозиторием, с удаленным репозиторием GitHub. Как это сделать? В гугле набираем гид и выходим вот на первый же линк. Вот download можно кликнуть сразу же. И здесь скачать вот эту вот... Это маленькая программка, которая устанавливается. Скачиваете и по дефолту просто next, 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 next. Не надо там ничего менять. И устанавливаете ее к себе на комп. Эта штука позволит нам работать с гидхабовским репозиторием, соответственно, склонировать репозиторий к себе на локальный компьютер. Это позволит создавать, добавлять пайлики, которые мы меняем в этот репозиторий и закидывать их обратно на GitHub. Без этой программульки это сделать как нормальным простым способом не получится. Кто уже поставил себе гид на локальный комп? Я поставил. Когда она открывается, там черный экран, какой-то код по всей видимости надо вводить. Все верно? Да, да, да. Его просто нужно поставить и забыть. Мы гидом будем пользоваться через среду разработки. Я сейчас покажу, как. То есть напрямую через консоль мы не будем с этой штукой работать, потому что у среды разработки есть нормальный интерфейс прямо с UI. Там все круто. Сейчас вы это увидите. Кто еще не успел поставить гид на локальный комп? Ну, если давно ставил, то главное, чтобы он был. В принципе, если есть, то новую версию можно и не ставить. Так, ну, подразумеваем, что у всех он есть, правильно? Если никто не признается, значит, идем дальше. Давайте, если у нас все есть, давайте попробуем открыть в среду разработки, и она должна при первом старте выглядеть у вас примерно вот так. Такое вот примерно окошечко. Но вот здесь вот посерединке у вас от этих всех проектиков не должно быть. Ну, у вас их нет. Окошечко примерно так выглядит у вас? Примерно так. Окей. Да. Хорошо. Так. Давайте, значит, идем вот на вот этот вот линк, который я скидывал на наш репозиторий. Давайте я его еще раз продублирую сюда в общий чат. Откроем этот репозиторий в броузере. И здесь вы увидите такую зелененькую большую кнопочку. Она чуть-чуть справа. Вот здесь находится. Вот она. Кликаем на нее. И здесь есть поле, в котором указан какой-то URL. Вот на эти. Тут его нужно скопировать. Он нам нужен для того, чтобы склонировать этот репозиторий, весь код этого репозитория, все файлики этого репозитория к себе на локальный компьютер. Копируем этот линк. И идем в нашу, в это окошечко среды разработки. У вас наверху, по-моему, справа, должна быть кнопочка, которая называется Get From VC. Есть такая? Клоун репозитория есть. Так. Хочешь зашарить экран? Давай посмотрим. То, что нужно. Или нет. Если share экрана, то внизу у Zoom есть зелененькая такая кнопочка share screen. Сейчас, сейчас. Да, клон репозиторий. Да, да. Жми туда. Вставляй сюда вот этот URL. Первая корка. Стоп. Ничего не. Стой, стой, стой. Подожди. Давайте поговорим про вот это вот окошечко, чтобы вы понимали, что здесь происходит. Значит, первое поле, которое называется URL, сюда вы вставляете линк на ваш гитхабовский репозиторий. А второе поле, директор. Видите? Здесь, в этом поле, вы можете указать любой локальный фолдер, любую локальную папку на вашем компьютере, куда вы хотите скачать ваш проект. Единственное требование, которое выдвигается, эта папка должна быть пустой. То есть, клонировать проектик, то есть, копировать, по сути дела, проектик с гитхаба на локальный компьютер можно только в пустую директорию. Такой вопрос. А если присутствуют русские буквы? Где? На пути. Нет, лучше путь без русских букв, а то проблемы могут быть сжалов. Создай какую-нибудь папочку там, где у тебя нету русских букв. Да. Я. У меня, как обычно, сделано, чтобы вот этот путь очень долгим, длинным не был. У меня есть на диске C напрямую создан, например, папочка Projects. Потому что у меня много таких проектиков. У меня есть просто одна папочка Projects. И внутри нее я сохраняю вот эти вот, создаю новую папочку для нового проекта и туда клонирую проект. Тогда мне не приходится долго что-то искать. У меня на диске C прямо напрямую путь папочка Projects. И в ней уже сразу все другие папочки каждого из проектиков. То есть, когда вы клонируете ваши репозитории, вот здесь вы указываете папку локального компьютера. Если вы это сделали, то нажимайте кнопочку клон, которая находится внизу, синенькая. Не, вернись в среду разработки, он тебе сейчас создаст. Не появилась папочка? А я нету. А я нету. А я нету. Так. Клон cancelled. Ну, давай еще раз. Клон репозиторий. Не, не, не. Закроет. Cancel. Вон у тебя справа в верхнем углу. Справа. Вижу. Вбивай сюда. Просто выбери эту папочку. Тут можно уже. Вон, иконку. Можно и так. Да. Так. Вот она, Java Projects. Да, ты икон. Все. Процесс идет. Процесс идет. Это займет некоторое время, потому что там достаточно много файликов. Ну, буквально минута. А вот здесь нажимаем Trust Project первую, да. И после этого у вас открывается среда разработки. сам проектик. И дальше внизу тут прогресс бар. То есть он сейчас чуть-чуть поустанавливается немножко. И тогда все будет окей. Так, чуть-чуть надо подождать. Народ, как у других клонируется проектик? У меня это окошко почему-то немножко иначе выглядит. Давайте я вам покажу. Так. Я отключаюсь тогда, да? Да, давай. Ты отключайся. Давай. Зашарь экран. Вот. Сейчас, секунду. Сейчас, сейчас. Вот так вот оно выглядит при открытии. Ну, у тебя был какой-то проектик. Ты вот можешь на самом верхнем левом углу такая решетка. Видишь? Жми туда. Да. И new. Первое. New. Да. И третье. From version control. Угу. Жми туда. Вот это окошечко. Вбивай сюда этот уровень, который... И теперь выбираешь директорию. Ну, да. Копировал, да. И выбирай директорию на локальном компьютере, куда ты хочешь склонироваться. Да. Папочки я уже создал, так что окей. Ну, да. Найди только я. Окей, спасибо. Так, как и других. Есть проблемки или нету? Если у вас проблемок нету, то вы должны были увидеть... Увидеть... О, это не тот проект. Слишком вам будет не очень улыбать. То есть, что вы должны были увидеть? Вы должны получить... Получить вот этот процесс клона. Что он означает? Этот процесс берет все файлики, которые находятся на гитхабовском репозитории. Он копирует к вам на локальный компьютер в тот фолдер, который вы указали. И, соответственно, после этого открывает среду разработки с этим проектиком. И вы эти файлики можете увидеть. То есть, у вас... Давайте теперь немножко познакомимся с самой средой разработки для того, чтобы нам понимать вообще, где тут что находится и как с этой штукой работать. Тот, кто первый раз видит эту среду разработки, надо чуть-чуть в ней освоиться. Значит, у вас есть слева панелька. Видите вот это вот? И там такая вот наверху, такая есть просто папочка самая верхняя. Вот если на нее кликнуть, то вы должны увидеть какое-то вот такое вот окошечко. Оно такое выезжает с левой стороны. И здесь вы можете раскрыть и походить по файликам нашего проекта. То есть, увидеть все файлики нашего проекта. Есть у вас такое? Не совсем. Окей, давай зашарь экран. У вас чуть-чуть поновее среда разработки, поэтому она чуть-чуть выглядит по-другому. Ну, давай. На тебе и покажем. Окей, вон у тебя синенькая папочка. Да. Окей, ты на нее кликнул. Не-не-не. External libraries закрой. Вот первый раз крой. Вот они, все файлики нашего проекта. Видишь? Вот в этом диалоге можно перемещаться по файликам. Так, закрой это окошко. Открой в среду. Вернись в среду разработки. Да. Смотрите. Просто поперемещайся. Открой, например, файлик gitignore. Кликни два раза на нем. Он чуть ниже находится. На одну позицию ниже, чем у тебя выделено. Еще раз. У тебя здесь выше. Ладно, давай самого... Стоп. Нет, закрой. Давайте пойдем с самого верха. Первая папочка. GitHub. Туда вам не нужно. Это вас папка не интересует. Точка Gradle тоже не интересует. Точка идеи тоже не интересует. Gradle тоже не интересует. Единственное, что вас из папочек будет интересовать, это папочка SRC, которая называется. Раскрой ее. Здесь будет находиться весь source-код нашего проекта. Давайте с ним чуть-чуть познакомимся. Значит, когда вы раскрыли, вы видите папочку Java, потом Org Java Guru и папочка Mentor. Видите? Папочка Mentor будет содержать все лессоны нашего курса. Сейчас там два лессона. Лессон 1 и лессон 2. Значит, вы можете... Как будет устроена структура каждого лессона? Она будет состоять из следующих папочек. Homework. В этой папочке... Выдели Homework. Да. В этой папочке будут лежать домашние работы, которые нужно будет сделать. Они будут лежать по уровням. Там левел 1, 2, 3, 4. Ну, возьми первый левел, открой эту папочку. И кликни два раза на Task 1. Вот. Смотрите. А задания будут лежать в текстовом файлике. Обычно, да? Вы можете двойным щелчком на этом файлике кликнуть. И тогда этот файлик открывается у вас в текстовом редакторе посередине. Теперь ты можешь открыть любой другой файлик. Ну, Task 2. И он опять же открывается в новом табике в текстовом редакторе посередине. Видите? Ну, и так далее, да. То есть можно открыть вот так вот любой файлик. Классно. Соответственно, с заданиями мы познакомились. Схлопни папочку Homework. А что есть еще? Есть папочка Lesson Code. Эта папочка... Кликни на нее и кликни на этот файлик. Да, Homework. Это уже текст программки. Значит, Lesson Code папочка будет содержать файлы программок и заданий, которые мы будем делать в течение самого занятия. Ну, в принципе, вот как-то так. И то же самое, например, в Lesson 2. У тебя будет то же самое, да. Такая же структура папочек. Ну, тут еще появляется код-ревью. Там какие-то замечания будут по код-ревью. Тут можно... Ну, это потом, да. Тогда мы дойдем, да. Опять же, Homework папка с домашними работами. Lesson Code. Структура одинаковая. Да. Значит, как вы будете работать над этим курсом? Вам... Вот теперь схлопни папочку ментор полностью. Только ментор, да. У вас рядом с ментором находится папочка студент Вася Пупкин. Да, там она пустая, но это как пример. Вы, каждый из вас, должен создать для себя свою такую же папочку. Как это можно сделать? Стоп, 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 стоп. Кликни, пожалуйста, на Org Javaguru. На одну выше. Вот, да. И здесь всплывающее меню. И самое верхнее, самое верхнее. New. Нет. Package. New. Package. Да. И теперь... Не-не-не-не, не стирай это. Просто после точки добавь. Student. Нижнее подщелкивание. И свое имя и фамилию. С маленькой буквы. Без пробелов. Можешь нижнее подчеркивание посерединке между фамилией. Стоп, вот остановись здесь, пожалуйста. Вот именно сделайте, пожалуйста, вот так вот. Название пакета не должно содержать пробелов. Это раз. Второе. Оформите название ваших папочек в одном стиле. Student. Нижнее подчеркивание. Имя, нижнее подчеркивание, фамилия. И теперь можешь нажать просто в конце Enter. Yes. У тебя эта папочка создалась. А это означает, смотри, теперь работая над нашим проектом, все изменения вы будете делать только в своей папке. То есть у каждого будет своя папочка, и вы любые изменения, которые вы делаете, любые домашние работы, которые вы делаете, вы делаете только в своей папке. Не мешайте никому другому. То есть в будущем здесь появятся папочки всех студентов, которые будут работать над курсом. Но каждый из вас работает только внутри своей папки. А что дальше? Внутри своей папки нужно создать точно такую же структуру, как у меня у ментора. То есть Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3. Почему? То есть наш курс разбит на занятия. По каждому занятию будут домашние работы. И чтобы не путаться, чтобы они у вас не лежали все вместе, сделайте, пожалуйста, Lesson 1, Lesson 2. Как это сделать? Опять же, new package, package. И просто добавляешь Lesson 1, нижнее подчеркивание 1, с маленькой буквы. Да? Нижнее подчеркивание 1, enter. Yes. Ага, он у тебя сделал так? Стоп. Подожди, подожди, подожди. А если он у вас показал сейчас все в одну строчечку, то это как среда разработки. схлопывает эти пэккеджи. Давайте это пофиксим, чтобы это вас не путало. Вот в этом окошке, который у тебя слева, наверху, посмотри, есть, на самом-самом-самом верху, справа, есть панелька с... Нет, нет. Вот в этом окошке, которое у тебя всплыло, вот оно у тебя с самого верху. Нет, подожди, подожди, подожди. Окей, там, где у тебя сейчас был, там, где ты создавал папочки. Yes. Поднимайся выше. Нет, поднимайся. Нет, 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 нет. В самом окошечке поднимайся выше. Вот, и ты видишь. Вот, да, вот эта панелька. Да, это панелька инструментов вот этого окошечка, где отображаются все файлики. Да, нажми на Options. Окей. И здесь, подождем, Appearance, по-моему, да, сейчас. Вот, убери галочку Compact Middle Packages, она последняя, вот эта, да, убери ее. Оп, смотри, что у тебя получилось. То, что нужно, да. Теперь, опять же, кликаешь на свою папочку, опять же, делаешь New и делаешь Lesson 2. Да. Yes. И так, ну, и все. На этом пока все, но идею вы поняли, да. То есть, у вас есть главная ваша папочка, и внутри нее есть папочки Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3, Lesson 4 и так далее. И дальше, когда вы работаете над заданиями первого лессона, вы все будете делать в папке Lesson 1 у себя. Когда придет время Lesson 2, все, что вы будете делать, вы будете делать в папке Lesson 2 и так далее. Таким образом, у вас все задания, над которыми вы работаете, сразу будут раскинуты по пакетам, по Lesson. Отлично? Идея понятна? Все понятно. Да. Да, понятно. Теперь еще один моментик, который очень удобен для работы со средой разработки. То есть, смотрите, как устроена среда разработки в общем-то в целом. У нее есть главный редактор, который находится посередине. Вот этот главный редактор. И есть вот эти окошки, которые могут выдвигаться как слева, так справа, так и снизу. А мне очень удобно. То есть, эти дополнительные окошки, они нужны, когда вам нужно сделать какое-то определенное действие, которое вы хотите. Например, вот это вот окошечко слева, эта папочка, она очень удобна, когда вы хотите просто переместиться и выбрать какой-то другой файлик в проекте, чтобы его отобразить в главном текстовом редакторе. То есть, здесь вы, тогда вы открываете это левое окошко, там вот сверху на панельке эту папочку нажимаете, и это окошечко выдвигается. Дальше вы в этом окошечке можете перемещаться куда угодно и выбираете какой-то файлик, он открывается в текстовом редакторе. Мне очень удобно. Такая функция, чтобы когда я, когда у меня файлик открывается в главном текстовом редакторе, у меня вот этот дополнительный окошко схлопывалось автоматически. Когда фокус из него убирается, оно схлопывается. Не-не, смотри, опять на три точечки нажми туда. И здесь есть, нет, ниже, в ViewMod. Чуть ниже, вот, в ViewMod. Выбери вторую штуку. До конпината, да. И теперь просто кликни в текстовый редактор. Оп, видишь какой эффект? Окошко схлопнулось. Теперь открыть его, оп. Ну, понял идею, да? Отлично. Да, просто, ну, у меня небольшой монитор. У меня, честно, у меня нотик. Просто нотик. У меня, как бы, мне дорого пространство. Я особенно еще использую большой шрифт, ну, для кода, потому что, как бы, у меня зрение далеко не идеальное. Поэтому у меня большой шрифт. И мне удобно, чтобы вот эти все дополнительные окошки, которые иногда открываются, чтобы они автоматом схлопывались. То есть, вот эту штуку вы можете проделывать с любым окошком, которое вы открываете. С любым. Чтобы, когда вы будете пользоваться функционалом этого окошка, вы можете вот на эти же три точечки нажать в том окошечке. И выбрать вот этот вьюмод до конпина, да? И тогда это окошечко будет автоматом схлопываться после того, как оно теряет фокус. Когда фокус перемещается в главный текстовый редактор. Ну, вот такая маленькая штучка. Давай вернись еще в эту панельку, да, сюда. И опять выбери три точечки наверху. И appearance сейчас. Подожди. Не, выбери. Подожди, выбери behavior. Мне очень нравится behavior, когда у меня выбрана галочка always selected opened file. Вот. То есть, смотрите. У вас в текстовом редакторе выбран какой-то файлик, какой-то табик, да? И автоматически этот табик подсвечивается здесь, у вас в этой панели. То есть, вы сразу видите, где в проекте этот файлик у вас находится. Мне кажется, что это удобная штука. То есть, ты можешь выбрать какой-нибудь другой табик в главном редакторе. Ну, любой другой. Кликни. Не, не здесь, а в главном редакторе. В главном. Нет, вот справа, который. Да, вот здесь. Вот выбери. Наверху. Видишь, у тебя табики? Наверху табики. Выбери любой другой. А теперь вернись опять в папочку. Оп. И он тебе, видишь, сразу подсветил, где этот файлик находится. Вот. Понял? Удобно, да. То есть, ты можешь открыть, когда ты работаешь над программами, ты можешь открыть несколько файликов. Они у тебя все будут в главном редакторе наверху, как табики. По-моему, идея там позволяет до 7-8 этих табиков держать. Ну, я не помню, какое количество. Ну, короче. И потом ты перемещаешься по этим табикам. И если у тебя выбрана вот эта галочка, то у тебя автоматом подсвечивается, где находится этот файлик в структуре твоего проекта. Так. Окей. Давайте пойдем дальше. Давайте пойдем дальше. И поговорим про такую штуку, как про Java. Где вообще здесь Java? То, что мы тут проект скачали. Все у нас круто. Но где сама Java? Значит, в верхнем левом углу есть такие три... Ну, такая решеточка. Еще выше. Еще выше. Вот. Да. Кликни на ней. А это главное менюшка. И здесь выбери пунктик Project Structure. Она чуть ниже. Не-не-не. Вот здесь. Вот. Да. Да. Откроется вот такое вот диалоговое окошко, в котором можно настроить версию Java-платформы, которую использует этот проект. Что значит версия платформы Java? Java – это не просто язык программирования. Java – это платформа разработки. Она называется Software Development Kit SDK. Видишь, второй, да, дропдаун. Она называется SDK. Да. Если у кого-то здесь, в этом дропдауне, no SDK стоит, то вам нужно скачать 21-ю Java. Давайте немножко про историю Java. Java – это платформа, которая выпускается, у нее сейчас релизы версии, версии платформы выпускаются каждые полгода. Это очень круто, потому что Java как платформа и как язык программирования, он постоянно дорабатывается. В него постоянно вносятся какие-то изменения, он постоянно улучшается. С точки зрения разработчика это очень классно. То есть в языке программирования и в платформе появляются новые-новые фичи. Сейчас версии Java, которые есть, они, например, 21-22. Сейчас последняя, по-моему, 23-я уже. Но наш проектик на 21-й Java, он на 21-й Java. Так что, поэтому здесь, у кого не выбрано no SDK, надо сделать так, чтобы появилась 21-я Java. Как это сделать? Если у кого-то что-то нету, тут в этом дропдауне есть такая штучка Download JDK. Кликни туда. И вот в этом диалоговом окошечке можно выбрать версию JDK, версию вот этого Java Development Kit, которую вы хотите скачать на собственный компьютер. То есть сейчас, чтобы скачать к себе Java платформу, все очень удобно. Вы просто открываете среду разработки и с помощью вот этого дропдауна выбираете нужную вам версию и нужного вам вендор. Все. Ну, у тебя по дефолту 21-я стоит, тебе ничего не надо делать. Да, тебе можешь cancel и все. У кого тут ничего не стоит? Есть такие? Народ. Без SDK ничего работать не будет. Да, стоит 21-я. Отлично. То есть современная среда разработки, а сама там там бомбит. Ну, у кого 23-я, ладно, пусть 23-я, но главное, что не ниже. Да, хорошо. Окей. То есть здесь вот таким вот образом подключается к нашему проекту сама версия платформы Java. Что значит платформа Java? Что вообще в нее входит, чтобы вы понимали, что вы тут подключаете? Значит, Java, язык программирования, это просто синтаксис, с помощью которого создаются программы. Но одного синтаксиса мало. Нужны еще вокруг этого инструменты, например, для проверки этого синтаксиса. Что программист, например, написал программу корректно. Эта штука называется компилятор. Это специальный инструмент, который применяется после того, как программист написал программку в виде текста. Эта штука проверяет синтаксис программы и транслирует этот текст программы в машинный код. Ну, не совсем в машинный, но, например, в байт-код, который понимает та же самая виртуальная машина Java. А Java программы запускаются не как нативные приложения в операционной системе. Нет. Они запускаются внутри специального приложения, которое называется Java Virtual Machine, JVM. То есть программу, которую написали на Java, можно запустить внутри другой программки, которая называется Java Virtual Machine. А для чего это сделано? Для того, чтобы... Вот кто-нибудь слышал, что Java — это кроссплатформенный язык программирования. Никто не слышал? А как? А что это вообще означает? Это означает то, что у нас вообще в мире существуют разные операционные системы. У кого-то стоит Windows, у кого-то стоит Mac OS, у кого-то стоит Unix, у кого-то стоит Linux, у кого-то стоит Ubuntu, у кого-то стоит еще черт знает что. То есть операционных систем, которые используются в современном мире, их достаточно много. Соответственно, идея какая? Вы можете написать программку, которую можно запустить на Винде напрямую, но эту программку на Mac OS вы уже не запустите, потому что у операционной системы совершенно другой интерфейс. То есть эту программку на Linux напрямую вы не запустите, потому что у Linux, например, у операционной системы Linux совершенно другие интерфейсы. И ваша программа просто не сможет взаимодействовать с операционной системой. Потому что она написана только под Винду. Ну вот, а Java изначально, с самого начала была запланирована таким образом, чтобы являться кроссплатформенной средой разработки. Это означает то, что вы можете написать вашу программу на Винде, ну Java программу на Винде, а запустить ее на любой другой операционной системе, под которую есть виртуальная машина Java. То есть у Java есть SDK, то есть Software Development Kit, под Винду, под iOS, под Linux, под Unix и так далее. Вот разные операционные системы. И это позволяет, что является изменяемой частью в этой всей штуке, изменяемой частью в этой штуке является сама виртуальная машина. То есть виртуальная машина Java, вот эта специальная программка, внутри которой запускаются Java программы, она специально написана для Винды, специально написана для MacOS, специально написана для Unix систем, для Linux. И соответственно, дальше. Именно поэтому, когда скачивается SDK, внутри которой вот эта виртуальная машина существует, на ваш компьютер скачивается правильная версия, то есть та версия операционной системы, которая у вас стоит. То есть если у вас винда, значит вам вы скачали SDK именно виндовую, которая запустится на винде. И что эта штука позволяет? Это позволяет то, что вы можете написать программку на винде, а потом взять ее и запустить, Java эту программу запустить на Unix, например, на Linux сервере, или на MacOS системе. В принципе, мы на работе вот так вот, в принципе, и делаем. У нас обычно у девелоперов нотики или с операционной системой Windows, или с операционной системой от MacOS, да, Mac. Вот. Мы на них пишем джавовские программы, а они запускаются на серверах, на Linux серверах. То есть там стоит Ubuntu сервер, Ubuntu сервера, и на них запускается наша программа. Вот это вот кроссплатформенность. И Java, эта штука, практически, ну, чуть ли не такой, единственный язык программирования, и платформа, внутри которой вообще встроена вот эта вот поддержка, поддержка кроссплатформенности. Нативная поддержка кроссплатформенности. Как это реализовано, мы чуть-чуть попозже поговорим про это. Наверное, сейчас-то немножко перегруз будет, но это реализовано через, понять, через такую штуку, как байт-код. Кто-нибудь слышал о такой штуке, как байт-код в Java? Нет. Нет, не слышал. Ну вот, про это мы тогда немножко попозже поговорим, потому что это чуть-чуть, наверное, сложновато для первого раза, но обязательно этой темы коснемся. Ну вот, так что, чтобы вы просто знали, то, что Java действительно поддерживает кроссплатформенность. Вы можете, и на ней реально пишутся программы на одной операционной системе, а запускаются эти же самые программы на совершенно других операционных системах. Окей. То есть, в этот SDK, Software Development Kit, входит сама виртуальная машина для вашей операционной системы, чтобы вы могли запустить вашу программу. И мы этой виртуальной машиной будем пользоваться в нашем курсе. Что еще интересного? Туда, в SDK, внутрь входит еще и стандартный набор кода, стандартный набор библиотек, функционалом которых мы можем пользоваться. То есть, мы получаем не просто язык программирования, мы получаем язык программирования плюс набор определенных алгоритмов, которые уже написаны за нас, которыми мы уже сразу можем пользоваться. То есть, нам многие вещи писать с нуля не нужно будет, мы просто будем пользоваться этим функционалом, который уже поставляется внутри Software Development Kit, как библиотеки. Об этом мы тоже поговорим. То есть, помимо самого языка программирования, помимо виртуальной машины, в SDK входит еще набор определенных алгоритмов, определенного функционала, который уже запрограммирован, и мы этой штукой уже сможем сразу же начинать пользоваться. Good. Пока на этом хватит, можешь это окошечко закрывать. Теперь давайте еще одну маленькую штучку. Опять кликни туда на эти три решеточки наверх и выберем другой дропдаун, который на один выше был. Просто Settings. Вот. Да. Просто Settings. А вот эта штука, этот диалог, это общие настройки среды разработки. То есть здесь просто все настройки. Сейчас вы тут можете запутаться, но этот диалог очень устроен очень просто. У вас сверху в левом углу есть поиск. Нет. Еще лучше. Вот это поле поиска. Здесь можно вбивать все, что угодно, и этот диалог ищет и находит эту штуку. Например, вбей сюда фонд. Если вы хотите поменять размер шрифта в вашем текстовом редакторе, вон, можешь выбрать вместо 13 и вбить туда какой-нибудь 20 и так далее. Например, ну вот, он тебе сразу отобразил, показал. Кому-то маленький шрифт окей, кому-то не окей. У меня там стоит какая-то тридцатка, по-моему, условно, грубо говоря. То есть можно подбирать фонд любой под себя. Но это одна из самых простых настроек, которой можно пользоваться. Вбей в поиск слово грейдл. Нет, в этом же в этом диалоге наверху в этом поле грейдл. грейдл. что-то тут закрыто. Где именно? Здесь? Место фонда, да, да. Вбей в поиске грейдл. Да. И выбери вот внизу, ниже, 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 еще build tools грейдл. Вот это. Да, вот это что. Здесь смотрите. Проверьте то, что у вас в самом низу вот этого посерединки, которую видите, грейдл. GM стоит 21 ваша SDK. Стоит, у тебя стоит, чуть-чуть ничего не надо менять, просто убедиться. И я вам советую поменять вот эти два дропдауна, которые чуть-чуть выше. Build and running, да, на идею, IntelliJ IDEA, и второй тоже на идею. Давайте я чуть-чуть про это расскажу. Что это такое? Значит, идея очень заключается в следующем. Java-овские проекты, они достаточно большие, и в них находится очень много файликов. То есть, вот вы уже видите, что нам предстоит работать с 12 занятиями, и сколько кода мы напишем. То есть, каждый из вас напишет как минимум больше, чем сотню программок за все вот это время, если вы дойдете до конца курса. Это означает, что в наш проектик будет содержать порядка тысячи файликов. и соответственно сборка этого проектика, работа с этим проектиком уже требует определенных инструментов. То есть, с тысячей файликами уже не так просто работать будет. И для работы, для сборки вот этого, ну, для работы с таким большими проектиками в программировании применяются специальные инструменты, которые называются Build Tools, то есть инструменты сборки. Условно они могут скомпилировать наш проектик, проверить синтаксис всех-всех-всех файликов, которые входят в наши проекты. Они могут запустить тесты, они могут собрать какой-нибудь артефакт, который можно задеплоить потом куда-нибудь на какой-нибудь сервер. В общем, сделано очень много интересных и полезных вещей. Соответственно, ну, значит, почему здесь вот в этих дропдаунах лучше поставить IntelliJ идею, потому что для нашего простенького проектика проще собирать наш проект с помощью самой среды разработки, нежели через Tool, через Gradle. поэтому здесь вот эти дропдауны я вам советую выбрать, поставить IntelliJ идею в обоих и тогда просто запустить ваши программки и там тестировать их будет сама, вы будете это делать самой средой разработки, это будет ну, как бы проще, меньше всяких логов встретите, ну, в общем, удобнее. Ну, в общем-то, в этом диалоге все. можно закрывать, нажать ОК и закрыть его. Все. Так, все ли успели с настроечками проектика сделать? Давайте сделаем давайте сделаем 10 минут перерыв и продолжим. ОК? Отключать демонстрацию? Да, можешь сделать отключить. ОК. Тогда 10 минут перерыв и продолжать. ОК. Добавил субтитры 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 хорошо тогда поехали дальше давайте попробуем пробуем запустить нашу первую программку на джаве смотрите она уже написано просто для того чтобы проверить все ли у нас работает все ли правильно мы настроили значит папочки ментор папочки lesson 1 есть папочка lesson код и внутри lesson кода лежит один файлик который называется hello world можно туда кликнуть и эта программка откроется у вас в текстовом редакторе посерединке и она должна выглядеть вот примерно вот так вот и главное чтобы у вас с лево на вот этой вот панельки были зелененькие треугольнички у всех ли они есть 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 если зелененькие треугольнички есть то в принципе неважно на какой можно на любой из них кликнуть и выбрать первый пунктик меню в этом треугольничке run hello world may вот выберите кликните и посмотрим что у вас будет а единственное что я наверное сделаю то же самое что вы делали поставлю сюда грейдов вот эти дропдауны тоже так увидели что-то похожее на вот это да окей то есть смотрите это самая простая примитивная маленькая джава программка которую мы только что запустили значит а что происходит в тот момент когда мы нажимаем вот тот зелененький треугольничек и запускаем наш программ значит вы могли увидеть это на рынке быстренько произошло первый раз у вас внизу вот здесь вот там какой-то прогресс бар бежал первое что делается среда разработки запускать такой процесс который называется компиляция язык программирования джава это компилируемый язык программирования что это означает это означает то что ту программу которую вы написали которую вы будете писать на джаве которая выглядит как текст который перед вами перед тем как вообще ее запустить это программа подвергается процессу компиляции значит суть его заключается в следующем давайте я вам нарисую то есть вот у нас есть текстовые файлики я обозначу буковкой т значит текстовые файлики в которых находится наша программка если вы посмотрите в в эксплорере в своей в операционной системе вы увидите что этих файликов есть расширение . джава у этих файликов да то есть здесь этого не видно потому что среда разработки расширения не показывает но если я открою то же самое где у нас наш проектик сейчас его найду вот наша папка проекта бил нет не бьют с рц main джава сейчас я дойду до нее в сом 1 в сом код вот слева видите мой файлик hello world у него расширение . джава а то есть джавовские программки от джавовских программок которые мы будем писать он находится он будет располагаться в файликах которые у вас на жестком диске будут иметь расширение . джава значит когда мы запускаем нашу программку происходит маленький мэджик среда 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 разработки такой прикольный инструмент который позволяет нам прямо из среды разработки пользоваться инструментарием той самой джава девелопмент киты которые мы подключили к среде разработки той самой джава платформы и когда мы запускаем нашу программу первое что происходит среда разработки берет компилятор джавы который находится внутри джедыки и пропускает весь код нашей программы которую мы написали через этот инструмент через этот компилятор компилятор это специальный инструмент который находится внутри среды среды разработки он первое что делает он просто проверяет синтаксис наших программ то есть правильно ли согласно джавовскому синтаксису написаны наши программы то есть смотрите какая история я вот сейчас условно сделаю вот так да удалю какой-то символ запущу мою программу и что я вижу у меня теперь вместо вместо нормального запуска моей программки моя программа просто упала и написала тут какие-то непонятные ну вам непонятные на данный момент но какие-то ошибки какие-то ошибки это компилятор взял проверил синтаксис моей программы и соответственно увидел что она не соответствует правильному синтаксису и соответственно написал мне об этом сообщил мне об этом что в моей программе существуют те самые ошибки я вернулся от программы и теперь все сработает верно это первое что делает компилятор с нашими джава программами следующее что он делает это преобразует вот эти вот файлики в другие файлики которые имеют расширение . класс и вот эта вот штука то есть те же самые файлики с нашими программами которые имели расширение . java превращаются в файлики которые имеют расширение . класс вот эта штука называется байт кодом вот это что такое байт код то есть давайте мы его найдем и пока что покажем то есть вот это это просто текст нашей программы а байт код вот мы сейчас его увидим чтобы вы прочувствовали разницу а наверное можно здесь вот вот байт код этого же этого же файл этого же классика этого же этой же программки только уже совсем непонятном в непонятном синтаксисе а зачем нужен байт код в джаве как раз благодаря вот этому байт коду вот этому мэджику и джава платформа поддерживают понятие кроссплатформенности то есть любую программу на джаве которая написана соответственно синтаксису джавы можно преобразовать в байт код байт код это какой-то внутренний синтаксис внутренний внутреннее представление можете так сказать внутреннее представление джава программ внутреннее представление для кого для той самой джава виртуал машин То есть процесс запуска Java программ буквально происходит в следующем. То есть первое, что делается, это преобразуются наши программы из текстовых файликов в байт-код, а потом вот этот байт-код подается на вашей операционной системе. Запускается виртуальная машина Java, как отдельная программка, и на вход этой программки подается вот этот байт-код. И ваше JVM начинает выполнять эту программку, которая находится в этом байт-коде. Вот так происходит. Самый мейджик заключается в том, что вот этот байт-код, он платформенно независимый. То есть это специальный формат, который использует Java. То есть вы можете этот байт-код подать как на вход виртуальной машины, которая для винды предназначена. То есть если, например, у вас операционная система Windows, то вы можете ваш байт-код подать на вход JVM, который вашему родному JVM, который для винды сделан. Вы можете взять другую операционную систему, взять другую виртуальную машину, заточенную под нее. Например, Unix, Linux какую-нибудь виртуальную машину или MacOS. Взять, подать на вход тот же самый байт-код. То есть вы можете взять этот байт-код, перенести на другую операционную систему и там запустить. На виртуальной машине, которая предназначена для той операционной системы. Вот так вот Java поддерживает кроссплатформенность. То есть процесс компиляции программы превращает текст, текстовые программы Java, которые написаны в виде текста, превращает в специальный формат, который называется байт-код. И потом этот байт-код вы можете подать на вход в любой из виртуальных машин в соответствии с той операционной системой, где вы хотите запустить ее, эту программу. Вот весь мэджик кроссплатформенности у Java. Он вот в этом вот формате заключается. Этот формат называется байт-код. Как вам, прикольно штука? Весьма интересно. Да, байт-код. Окей, с этим разобрались. Так вот, когда мы нажимаем зелененький треугольничек, наша среда разработки, во-первых, компилирует нашу программу, во-вторых, берет виртуальную машину, которая находится в той SDK, которую мы подключили, и подает ей на вход вот эту откомпилированную нашу программу в виде байт-кода, подает ей на вход, и она ее, и виртуальная машина запускает ее, и виртуальная машина выполняет нашу программу. Вот что под капотом происходит, когда вы кликаете на этот зелененький треугольничек. И результаты работы нашей программки появляются вот в этом диалоговом окошечке, который всплывает снизу у вас в среде разработки. Ну, у этого диалогового окошечка есть точно такие же инструментарии. Ну, вот эта панелька с инструментами, где вы можете выбрать тот же самый ViewMod до конпина, для того, чтобы эта штука автоматически схлопывалась, если вам нужно пространство для работы. Окей. Мы на нашем курсе будем писать консольные программки. Что это означает? Мы не будем заморачиваться с созданием какого-то UI, какого-то там десктопного красивого приложения и так далее. Нам это абсолютно не нужно. Мы изучаем основы программирования, поэтому нам вполне достаточно для освоения основ пользоваться консолью как таковой. Кто вообще в курсе, что такое консоль в операционной системе? Только с играми можно сравнить. Там консоль присутствует. Очень-очень похожая идея. То есть в операционной системе консолькой называется вот такое вот черненькое окошечко, в которую можно вывести какой-то текст, и из которого можно запросить какой-то текст, если пользователь тут может тоже, если программа что-то требует, то пользователь тут тоже может что-то в виде текста впихать. То есть в принципе эта консолька – это вот такой текстовый форматик, где можно что-то в виде текста напечатать, можно результат в виде текста, можно какие-то данные опять же у пользователя запросить в таком же формате. Все. Вот этой штукой мы будем пользоваться, то есть при запуске наших простых программок будет всплывать вот эта вот консолька, и, соответственно, появляется какой-то результат. Good. Вы вполне можете что сделать сейчас? Если вы уже создали собственный фолдер, собственную папочку, кто или еще не успели это сделать? Если не успели, то как раз самое время это сделать, потому что вы сейчас можете взять и перевести вот этот файлик, то есть скопировать его в свой фолдер для того, чтобы в нем произвести какие-то изменения. Не меняйте ничего в папочке ментора и в папочке в будущем других ребят, которые будут заниматься на курсе, потому что это неприятно, как все равно вас найдут, грубо говоря, потому что когда вы будете коммитить все на GitHub, будет видно, от какого пользователя это делается, и, соответственно, скрытно произвести какие-то изменения в проекте, который управляется системой контроля версии, не получится. Только на локальном компьютере можно все испортить себе. А так, если вы работаете в собственной папочке, все круто, никто обижаться ни на кого не будет. Если вы не создали папочку, то вы можете это сделать. Опять же, повторюсь, это всплывающее менюшка на главном пакете. New package. И даете student, нижнее подчеркивание, first name, нижнее подчеркивание, last name. И после этого просто end. Вот появится ваша папочка, в которой вы можете опять же создать структуру lesson1, lesson2 на будущее. И если вы создали, вы можете взять, скопировать этот файлик, копия, перенести его в свою директорию lesson1 и сделать paste. Вот я это сделал. У меня он появился и стал зелененьким. Вот так вот. Почему зелененьким? Потому что... У вас, наверное, то же самое будет. Потому что гид нашей системы контроля версии распознала, что я в проект добавил новый файлик. И она подсветила его зелененьким цветом, показывая мне то, что этот файлик только что мной добавлен. То есть вы его перенесли, скопировали, открыли. И здесь вы можете вставить свое имя, свою фамилию. Изменить и запустить этот файл. Получилось у вас это сделать? У меня получилось. Отлично. Я вас поздравляю. Вы смогли запустить первую программку на Java, которую написали. Окей. Давайте чуть-чуть поговорим про то, что мы тут видим. Что это за программка? Что тут за элементы? Непонятно вообще, наверное, ничего. Но сейчас попытаемся чуть-чуть пролить свет на тот синтаксис Java программы, который Java использует. Значит, во-первых, давайте поговорим про вот эту штуку, про понятие пакета в Java. Идея очень простая. Пакет — это способ структурировать программки на Java. То есть идея очень простая. Так как Java программки состоят из большого количества файликов, их как-то нужно сортировать. Ну, это то же самое, что приехал с отпуска, с фотика сливаешь, с камеры сливаешь кучу фоток, у тебя там сотни фоток в одной папке, ничего неудобно, да? Ты такой создаешь или по дням, или по местам, где ты был, с папочки рассортироваешь эти фотки, и уже появляется какая-то структура. У пакетов в Java идея абсолютно точно такая же. Пакеты в Java, соответственно, вот они. Они есть. Как они выглядят? Они начинаются от папочки Java. Вот пакет org.java.guru, потом, например, mentor, пакет Java.guru, потом студент Вася Пупкин, lesson1, и вот тут файлик. Вот, значит, этот файлик лежит, этот классик лежит вот в этом пакете. А пакеты разделены точечками. То есть не слэшиками, ничего, а в Java принято разделять пакеты точками. Далее. Что такое класс? Идея заключается в том, что Java – это объектно-ориентированный язык программирования. Кто слышал что-то про объектно-ориентированный язык программирования? Слышали такую штуку или нет? Похоже, что нет. Похоже, что нет. Идея заключается в следующем. Ну, если очень кратко, мы про это поговорим через одно занятие, на третьем занятии более подробно, но очень-очень кратко. Грубо говоря, если вы взглянете сейчас вокруг себя, то вы увидите большое количество разных объектов. Мобильный телефон, стол, компьютер, стул и так далее. Это все какие-то объекты. И Java – это объектно-ориентированный язык программирования. Он позволяет внутри наших программ создавать виртуальные объекты и оперировать ими, управлять ими. Поэтому каждая программа, которая пишется на Java, она пишется внутри класса. То есть для того, чтобы создать какую-то программку на Java, нужно создать классик. Вот он. Есть ключевое слово класс, с помощью которого объявляется новый класс. Этому классу дается какое-то название. То есть это название нашей, по сути дела, нашей программки. На данный момент. Все. И далее есть фигурные скобочки, которые вот эти. которые открывают и закрывают наш классик. Окей. Значит, если вы хотите написать собственную программку, вы это можете сделать. Каким образом? Вы можете взять свой пакет в SM1, кликнуть сюда всплывающее менюшка New и выбрать Java класс. Вот эту штуку. Нажать Enter. У вас появится диалоговое окошко, где вам предложат ввести название вашего класса. Ну, например, требование к названию класса в Java следующее. Это должен быть какой-то текст без пробелов. Первая буква заглавная. И если ваше название состоит из нескольких слов, то можете использовать camel case нотацию, то есть каждое новое слово начинать с большой буквы для того, чтобы более удобно было читать название, которое состоит из нескольких слов. Как только вы набрали какое-то название, придумали название, набрали его, можете нажать Enter и Java создаст вам эту программку. Сейчас я очень быстренько это сделал. Значит, вот у вас появилось вот такое же окошечко, правильно? Похоже? Да, конечно. Ага. Что эта штука означает? Эта штука означает следующее, то есть мы в проект вносим какие-то изменения. Ну, грубо говоря, добавляем новый файлик с нашей программкой. Потому что каждый класс, он, в принципе, сохраняется в новом файлике на жестком диске. А так как наш проект под управлением ГИТа, под управлением Version Control системы ГИТ, ГИТ сразу увидел, о, вы тут пытаетесь добавить новый файлик, которого у меня еще нету. и он спрашивает нас, хотим мы этот файлик добавить под управление системы контроля версии ГИТ. Вы можете поставить здесь галочку Do notask again и сказать add добавить. Да, то есть если вы в будущем планируете этот файлик закинуть на ГИТХАП сервер, на удаленный сервер, то вам этот файлик нужно добавлять в ГИТ. Если вы этого не сделаете, то в этот файлик этот классик не сможете закинуть на ГИТХАП в наш глобальный репозиторий. Поэтому здесь обычно нажимаем добавить и вот наша программка наш классик перед вами. Что у этого программки есть? У нее есть ключевое слово класс, паблик можно сейчас удалить, пока не будем про это говорить, просто ключевое слово класс, которое означает, что это какой-то класс в Java, у нее есть название, которое мы дали, и у нее есть фигурные скобочки открывающие и закрывающие, внутри которых находится так называемое тело нашего класса. Внутри этого тела мы что-то будем писать. Дальше. теперь давайте поговорим про так, это пока понятно? Да, понятно. Good. Давайте поговорим про вот эту штуку. Что это такое? Ну, тут надо сказать такую вещь, что а вот что такое вообще программа? Просто программа. Как вы думаете, что такое программа? Это список задач, которые должна выполнить машина, наверное? Так можно выразиться? Ну, да, почти верно. Это список каких-то команд, набор каких-то команд. Эти команды выстраиваются в какой-то последовательности. То есть есть какая-то последовательность команд, которую машина должна выполнить. при запуске этой программы. Отлично. А что должно быть у этой программы? У этой программы должна быть так называемая точка входа. То есть где-то должно быть начало этой программы. Правильно? То есть эта программа должна где-то начинаться и где-то заканчиваться. Так вот, вот эта точка входа для Java программы это вот этот вот магический магическая конструкция, которую я сейчас вот это я удалю, которая выглядит вот так. Это условно это специальный метод. То, что такое метод, мы еще не знаем, мы узнаем немножко подальше в курсе, но для того, чтобы смотреть, как только в нашей программе появляется вот эта магическая конструкция, вот если ее нету, никаких зеленых треугольничков ничего нет. Такую программку запустить нельзя. А как только мы добавляем внутрь нашего класса вот эту магическую конструкцию, которая выглядит вот так, появляются зеленые треугольнички. Это означает, что в нашей программе появилась входная точка. Та точка, с которой наша программа может начинать, будет начинать выполнение, если ее запустить. И эта специальная точка называется, вот, имеет такой синтаксис, там, magic конструкция, public static void main, круглые скобочки, какие-то тут параметры, и вот это вот фигурные скобки. Давайте мы пока не будем вдаваться в подробности, что каждое из этих слов означает, чуть-чуть подальше в курсе, мы узнаем, что такое методы, и тогда мы сможем поговорить более подробно про каждое из этих названий, и мы будем понимать, что эта штука означает, но на данный момент нужно просто понимать, что если мы хотим, чтобы наша программа запускалась, мы должны добавить внутрь нашего классика вот такую вот конструкцию, ее можно просто скопировать из другой программки просто скопировать сюда. Идея понятна, главное, чтобы синтаксис был точно такой, вот такая конструкция, плюс вот эта фигурная скобка открывается, и фигурная скобочка закрывается. и внутри вот эта специальная точка входа, это специальный метод, внутри этого метода, вот здесь в теле этого метода, мы будем писать наши программы. А здесь, внутри вот этой вот конструкции будут находиться те самые команды, из которых будет состоять наша программа. И, например, здесь, в нашей старой, в первой нашей программке, здесь есть две команды, которые я просто сюда же скопирую и вставлю именно внутрь вот этого main метода. Их нельзя вставлять, например, сюда. Да, вот так это работать не будет. Вот эти команды должны находиться внутри нашего main метода. внутри вот этих фигурных скобочек. Вот этой и вот этой. А вот мы их вставили сюда. Что это за команды? Это вывод на консоль. System out println это магическая конструкция, которая позволяет вывести вам вот этот вот текст на консоль. То есть если вы этот текст измените, и запустите вашу программку, вы увидите этот текст на консоль. Видите? Вот он. То есть вот эта магическая команда system.out.println фигурных в круглых скобочках указывается вот этот вот текст, выводит этот текст на консоль. Вот эта вот строка, то есть строки в java, то есть если мы хотим в java работать с каким-то текстом, любым текстом, мы его можем представить в виде строки и обрамленными двумя кавычками. Двойной кавычкой слева, двойной кавычкой справа. И соответственно, если мы таких команд, мы можем, эта команда заканчивается, вот например, команда заканчивается в конце точкой запятой по синтаксису java. и таких команд, которые печатают что-то на консоль, можно напечатать, вставить сколько угодно. То есть наша программа будет состоять из нескольких таких команд. Вот вам алгоритм понятия нашего алгоритма. То есть наша программа состоит из каких-то команд. И так как точкой входа является вот этот вот main метод в java, то программа, когда запускается, она начинает выполняться с первой команды, которая находится внутри вот этого main метода. А первая команда это вот эта. И программа выполняется следующим образом. Сначала выполняется первая команда, потом выполняется вторая, потом выполняется третья, выполняется четвертая, пятая и так далее. До тех пор, пока программа не выполнит все эти команды и не дойдет до конца нашего main метода. Когда она вот до сюда доходит, программа считается выполненной. и она завершается. И вот мы вставили несколько распечатанных строк, мы запустили программу и видим, что вот они у нас на консоль все, как они тут были, так они и распечатались в таком же порядке, точно так, как мы их вставили в нашу программу. Получилось у вас создать новую программку, вставить несколько строчек, несколько распечаток на консоль и соответственно запустить ее и посмотреть результат. Отлично! Вопросики может быть какие-нибудь? Вот эта скобка фигурная, которая содержит в себе внутреннюю основу, у вас она немножечко отстает от края, у меня она максимально влево, это не играет роль, я так понимаю, потому что программа все равно работает. Да, только вот именно нижняя скобка она у меня прямо возле самого левого края, вот здесь, да, это не играет роли, да? Играет, не, ну как, сейчас расскажу, есть определенный синтаксис языка программирования, да, что эта скобочка должна должна быть. То есть если убрать, программа перестанет работать, да, подсвечется красным, и она не станет запускаться. Ой, но идея какая-то. Мы эту скобочкой можем поставить так, можем поставить вот так, главное, чтобы она была на этом месте, да, но компилятору все равно где она стоит. То есть если она стоит в правильном месте, это да, все круто. Он ее найдет, по синтаксису увидит. Но для восприятия программы, где стоит эта скобочка для человека, это очень важно. Почему? Давайте я расскажу такую штуку. Смотрите, важно понять, что программа пишется не для компилятора, не для компьютера, а для человека. Как вы думаете, почему? Ну, чтобы человек мог понять работу программы, чтобы она работала корректно, чтобы выполняла свои функции корректно. Потому что в действительности больших проектов над проектом работает много людей. И, соответственно, вы создаете какой-то кусочек, маленький кусочек программки, вашу работу должны понимать другие люди. Да, даже вы сами. То есть очень часто бывает так, что ты пишешь какой-то кусочек программы, и через месяц приходит бизнес и говорит, а нам в этом кусочке программы надо что-то изменить. Появились новые требования к этому кусочку, надо изменить. А вы уже за месяц просто забыли делать другие задачи, и вы просто забыли, что происходит, как был реализован этот кусочек. Вам нужно открыть код и быстренько его прочитать, быстренько с ним ознакомиться, потому что вносить изменения, нужно понимать, куда вы вносите изменения, ваша программа будет работать. Поэтому как оформлена программа, это очень важно для человека, потому что когда он смотрит, когда он читает программу, ему очень важно, чтобы эта программа была в правильном формате описана, тогда ему будет очень просто воспринимать это. Теперь смотрите, какая вещь. давайте я вот это уберу. У вас есть открывающая фигурная скобка, закрывающая фигурная скобка, вот это, это границы класса. Эта штука показывает, что есть то, что находится внутри этих фигурных скобочек, это то, что принадлежит нашей программе. То, что находится за границами этих фигурных скобочек, это уже не наше. Это та штука, которая не относится к нашей программе. Это раз. Второе, когда мы то же самое вставили внутрь main метод, вот эту конструкцию, у этой конструкции есть тоже, видите, открывающая скобка и закрывающая скобка. И эти скобочки автоматом показывают, что относится, что находится внутри этих скобочек, а что находится наружу. Смотрите, какая история. Прослеживаете разницу. Вот у меня есть вот эта скобочка, и все, что находится внутри, здесь есть отступ. У меня программа написана не так. Посмотрите, как воспринимается программа, если она вот так написана. или видите, какая штука, ничего не понятно, сплошной текст, сплошной текст. А если у меня вот так, есть отступ, вот этот. То есть внутренние конструкции, которые находятся внутри класса, они автоматом, первый уровень, сделан просто один тап. Один тап на клавиатуре, отступ вправо. И вот это вот тут, и вот здесь тоже один тап. Сразу как читается. То есть мы когда смотрим на эту программку, нам сразу понятно, что вот этот кусочек программы находится внутри нашего класса. Правильно? Потому что он сдвинут вправо на один табик. Видно? Да, еще там видно такую еле видную линию, которая очерчает. А теперь посмотрите, то же самое вот с этим текстом. Вот с этим. Он относительно этой линии еще сдвинут на один тап вправо. Почему? Потому что это показывает то, что этот кусочек программы находится внутри вот этих фигурных скобочек. То есть если бы они были вот так, было бы совсем непонятно. Ты смотришь на такой кусок программы и что? Как это воспринимается? Вот эта штука воспринимается как один сплошной текст. Вот так. А если у нас вот этот табик существует, то мы уже даже на взгляд видим, что вот этот кусочек, вот эти команды находятся внутри. Вот этот сдвиг направо показывает то, что вот эти команды находятся внутри вот этих фигурных скобочек. И восприятие программы совершенно меняется. То есть идея какая? Как только появляются фигурные скобочки, которые показывают границы класса или границы например метода, то код, который находится внутри этих фигурных скобочек, относительно этих фигурных скобочек сдвинут на один тап вправо. Окей? С этим понятно. А что касается пропущенных строк, это играет роль? Вот эти пустые строки абсолютно не играют никакой роли. Понятно. То есть они не относятся к синтаксису программы, то есть когда программа компилируется, компилятор их просто выкидывает. Ну конечно желательно вот так не делать, это опять ухудшает восприятие человеком, то есть желательно между конструкциями оставлять по одной пустой строчке, чтобы их друг от друга отделить. Например, это улучшает просто восприятие, когда ты смотришь на это, это все не смешивается в одну сплошную штуку, а хотя бы есть такой для человека есть такой пробелечек. Понятно. Окей, еще вопросики. Вопрос. Как вернуться на шаг назад, если, возможно, было сделано какое-то действие? Ну, да. Control-Z. Работает? Да, благодарю. Хорошо. Еще вопросики? Пока нету. Хорошо. Давайте я очень... что бы вам такое еще показать сегодня? Даже не знаю. Дальше надо разговаривать уже про переменные, про типы данных, про такие вещи, которые хочется поговорить на отдельном занятии. Вот. Давайте, давайте, давайте так. Смотрите. Что дальше? Значит, после этого занятия запись мы, как всегда, будем публиковать в нашем канале. Ну, сделается запись, завтра я выложу ее на YouTube и пришлю линки в наши чаты. Соответственно, делаем следующее. До следующего вторника каждый думает, хочет ли продолжать этот курс и пишет, соответственно, отвечает или на e-mail или пишет мне в личку сообщение о том, что если вы принимаете решение, окей, хотите продолжать, значит, продолжаете. Значит, для тех, кто продолжает, мы сделаем отдельную отдельную группу, там останутся только те, кто продолжает курс, соответственно, мы там будем, будет там вся переписка, все вопросы, все записи, лекции, весь суппорт, который мы в течение курса отвечаем на вопросы, все такое, будем использовать отдельный чат. Дальше. Те, кто продолжает, вам нужно будет до следующего занятия сделать аккаунт на сайте GitHub. Создать себе аккаунт. Это сделать очень просто, там нужно только email, собственный, какой-то почтовый ящик. Соответственно, создаете себе GitHub-овский аккаунт, регистрируетесь на этом сайте. Это нужно для того, чтобы я мог выдать вам доступ к репозиторию на GitHub. сейчас вы можете оттуда все скачать, но ничего, у вас нет прав на запись в этот репозиторий. Вы ничего обратно на GitHub не закинете, потому что у вас нет прав. Соответственно, те, кто продолжает, они получают права на запись. Этот репозиторий в следующий вторник перестает быть публичным, он станет приватным, его никто не будет видеть, кроме тех, кто получит к нему доступ. И, соответственно, материалы следующих лекций, они будут тоже доступны только тем, кто продолжает, кто получит доступ к этому репозиторию. Соответственно, чтобы выдать доступ, вы мне пришлете ваши логины от GitHub. Соответственно, по логинам я смогу выдать вам доступ к этому репозиторию, и тогда от GitHub к вам придет на email, на тот email, с которым вы зарегистрируетесь, вам придет письмо от GitHub, вы подтвердите в нем получение доступа, и тогда вы сможете спокойненько видеть репозиторий, копировать, получать с него обновления, и сможете выкладывать в этот репозиторий те файлики, которые вы сами создадите, то есть ваши программы, которые вы будете делать, то есть ваши домашние задания, и то, как это делать, мы разберем на следующем занятии. Это делается тоже достаточно просто, через среду разработки очень быстренько можно эти изменения закидывать на GitHub. Ну и мы в следующую среду продолжаем в это же время продолжаем наш курс, у нас следующая лекция это про переменные типы данных, ну и дальше по соответственно по структуре нашего, по программе нашего курса, то есть следующие лекции они уже чисто практические, мы прямо на них будем вместе с вами программировать, писать программки. Сегодня мы настроили нашу среду разработки, настроили инструментарий, который нам нужен, и на следующих лекциях мы уже будем заниматься реально программированием прямо на лекциях, ну и дома домашки тоже. вот те, кто хочет чуть пойти вперед, тут есть вторая лекция, к ней есть запись надо выложить, я выложу запись, если кто хочет, может заранее чуть посмотреть, и может например подделать домашки уже следующей лекции, то есть наперед, у кого есть желание. ну такая вот процедура, так говорится. Кто вообще готов продолжать? Я думаю, что я готов. Шо? Да, интересно. Отлично, то есть ребята так и есть. Я вам обещаю, то, что этот курс будет очень в плане информации, в плане знаний, в плане практики, он будет очень интенсивный, потому что будет очень много именно практики, то есть мы будем все изучать с точки зрения практики, набивать себе руку. Наша задача в течение этого курса освоить основные элементы Java Core для того, чтобы научиться программировать и использовать Java платформу для создания небольших программок, для того, чтобы вы могли самостоятельно эти программы писать, самостоятельно их тестировать, самостоятельно их запускать и, соответственно, подготовить вот этот фундамент, фундаментальные знания, то есть практические, именно практические знания для того, чтобы можно было после этого курса начать изучение всяких библиотек, всяких архитектурных моментов и так далее, то есть инструментов, которые с помощью которых создаются те самые Java backend приложения, которые крутятся на вот тех же самых серверах в дата-центрах. То есть этот курс, он полностью готовит человека к той самой виртуальной стажировке Java, это тот второй курс, который у нас есть. то есть этот курс является, он дает основные вот эти вот практические знания по синтаксису Java, по объектно-ориентированному программированию на Java, по основным концепциям, таким как тестирование, разбиение программы на методы, на классы, по основным структурам данных, такие как коллекции, там листы, сетой мапы, интерфейсы, основы функционального программирования, все вот это это те базовые вещи, без которых идти дальше просто вообще невозможно. То есть вот наша цель это то, чтобы в конце курса вы самостоятельно писали небольшие программки на Java, тестировали их, запускали и понимали, как они вообще работают и были готовы к более прикольным вещам, более сложным вещам, такие как создание enterprise приложений с современными библиотеками, фреймворками и так далее. Вот такая вот у нас цель этого курса. Звучит интересно. Да. Как я уже говорил, то есть те, кто вообще начинает с нуля, кто-то не программировал, не имел дела с ни с одним языком программирования, как говорится, надо попробовать. Вы попробуете и вы очень быстренько поймете, нравится вам эта штука, нравится вам, потому что буквально через 3-4 занятия вы уже будете понимать, что такое программирование, с чем программисты имеют дело, как эти программы создаются, как они выглядят. Ну, этот весь процесс вы уже плюс-минус будете понимать где-то, ну, вот, вот, к 6-й лекции, когда тестировать будем, основы тестирования будем изучать, то уже тут и объектики чуть-чуть будете знать, и методы будете знать, и юнит-тестики уже чуть-чуть будете писать, то есть уже уже такое понимание будет, должно будет прийти и появиться, да, ну вот, так что вот такая у нас программка. Окей, какие-нибудь вопросики или на сегодня заканчиваем? Ну, у меня только один вопрос, я так понимаю, что мы там дальше уже отдельно с вами свяжемся и остальные детали, поплаты и прочее уже обсудим. Хорошо, понятно. Я всю информацию пришлю в чаты, то есть завтра сделаю запись, выложу запись этой лекции для того, чтобы она просто сохранилась и всю информацию пришлю в чаты. Хорошо, понятно. Ну, тогда большое-большое спасибо вам за занятие, было интересно, очень хочу, чтобы вы продолжили, ну, посмотрим. Большое спасибо вам, было очень интересно. Тогда до встречи на следующем занятии, готовьтесь к погружению в программирование реально. спасибо, до встречи. Всем хорошего вечера, пока-пока. Спасибо большое. Спасибо, всего доброго. и до встречи. Продолжение следует...